Привет, друзья! Литвина Лайф на канале «Гестория на свободе». В гостях был профессор Белостовского университета Олег Латышонок. Он-то имел несчастье что-то сказать. Ну и, конечно, туда набежали правители от моря до моря с обеих сторон. Вот это сегодня мы и обсудим. Здравствуйте, Регор! Добрый день, Валерий Иванович! Регор как раз подготовил высказывания Латышонка и реакцию на эти высказывания правителей от моря до моря с обеих сторон. Да, тема стрима, о которой «История на свободе» выбрала, я процитирую сначала на белорусском языке, а потом переведу. «Як балты и славяне уживались у великим княжества литовским». То есть, как балты и славяне уживались в великом княжестве литовском. Олег Латышонок известен своими достаточно взглядами. Вот это профессиональный историк, он белорус, но по происхождению из Подляшья. Подляшья – это один из этнографических регионов, скажем так, исторической Белоруссии, если можно так выразиться. В Подляшья до сих пор живет и существует достаточно немалая, по-моему, около 300-тысячная диаспора белорусов, которые, кстати, православные. Ну и Олег Латышонок именно происходит из этого региона Белоруссии. Ну, исторической, конечно. Хотя Белостокская область была в составе БССР до, по-моему, 45-го года формально. Ну, неважно. Интересная, конечно, тема, и он уже неоднократно выступал на «История на свободе». Ну вот, в этот раз, значит, были определены такие интересные вопросы. Первый вопрос, который был поставлен – существовала ли славянская лютва? И были ли такие лютичи, которые потом каким-то образом трансформировались в Литву? Такой нарратив проталкивают литвинисты, которые как бы через такой вот, скажем так, популистический подход, который называется на английском языке «cancel culture», отметают существование, скажем так, Балтской Литвы, Балтского племени летописной Литвы, и подсовывают вот эту вот такую криптотеорию, что, мол, в связи с тем, что существовало племя западнославянской лютичей, которая подверглась агрессии и как бы ассимиляции со стороны Саксонии и, скажем так, германоязычных переселенцев. И вот они, мол, бежали на территорию Западной Беларуси, куда-то там за Неман, на Неман, и вот именно они, мол, лютичи, значит, лютва, и вот эта лютва стала Литвой потом. Как это случилось в деталях, никто, конечно, на вам не расскажет, но вот эта сказочка живет пока что и находит своих слушателей. И это отметил профессор Латушенок, что действительно этот агитпроп до сих пор как бы и находит своих консументов, но он не будет, он сказал так, я не буду никого переубеждать, однозначно просто, что эта теория из категории крипто, никаких особых подтверждений ни в первоисточниках, ни в каких-то источниках соседних стран, нигде нету этого, это иммиграция, ее никто не заметил на самом деле. Но правда также в том, что до сих пор не установлена однозначно вообще никак, можно сказать, этимология слова Литва, то есть... Откуда это слово взялось? Откуда это слово взялось, что оно значит? Но это не единственный такой как бы пример, потому что много европейских народов имеют свои названия, но никто их не может объяснить. Да, там, например, Чехия, да, там, чему Чехия, что это значит? Да, был такое племя Чехии, но что это такое Чех? Как это перевести, что это значит, что оно обозначает? На этом или сербы, там, те же самые, это тоже непонятно, или хорваты, ну, что это такое хорват? То есть Литва тут как бы не сирота. Но с другой стороны, конечно, Латушонок отметил, что нету никаких оснований отказывать существованию вот этой летописной исторической Литвы, племени литовского, которая с этим названием вышла на, скажем так, на странице исторических источников. И, в принципе, та территория, где сегодня проживают литовцы, ну, она исторически каким-то образом так вот и сформировалась. И здесь придумывать какие-то, огородить какие-то криптотеории совершенно нет никакого смысла. Другое дело, что вот существуют дебаты на этой почве, что до кого считают белорусами? Кто такие белорусы? Это Балты или славяне? Если тут была Литва, если тут были славянские племена, так кто такие белорусы? Но на это, кстати, я согласен абсолютно с профессором, что эта дебата и вот эта вот альтернатива черно-белая, она совершенно, или бело-черная, неважно, но такая двуликая, двуякая, она совершенно неисторичная, потому что до сих пор мы не можем сказать, от кого более произошли белорусы, если больше от славянского составляющего или от балтского, потому что на территории Беларуси действительно проживали Балты. И эти Балты говорили на разных наречиях. И совершенно не факт, что те наречия, на которых они говорили, были каким-то образом даже схожи или похожи на литовский язык или на латышский язык. Вот это очень интересный такой момент. Потом второй вопрос. Я только хотел сказать, что я не люблю употреблять слово «литвинисты». Это как-то звучит не очень. Это как бы не нравится. Ну, как-то же мы должны назвать такие идеи, которые придерживаются. Если так рассуждать, то так же самое «литвинистами» можно назвать и многих современных литовцев. Да, но только в свою сторону. Я придумал такие названия, как «лейтувисты» или «литувисты». Потому что они считают, что «литува» – это то, что было изначально, а вот из этого появилась Литва. Хотя никаких доказательств не приводит, как это случилось. Потому что лучше сказать, что «литвины», но кто-то просто хочет быть литвинее. Ну да, конечно. Тут другое дело, что господин профессор Латышонок отметил, что генетически, да, на генетическом уровне действительно белорусы от литовцев отличаются. Но это не значит совершенно, что все предки белорусов не говорили на бавских языках. Поскольку нет там никаких доказательств ни за, ни против. Вот поэтому все вот такие дебаты на эту тему, они, в принципе, из разряда криптотеорий. Но переходим к второму моменту, который там поднимался. Как возникли и продолжались контакты между славянами и Балтами? Как происходило взаимное культурное проникновение и взаимная ассимиляция? И, значит, профессор Латышонок отметил, что на территории Беларуси проживала, по ему мнению, переходный этнос, как бы в этническом смысле населения. Славянские языки, да, однозначно возникли как диалект балтских языков. И возникли они, как бы отделились в результате того, что часть балтского населения вошла в контакт с южными иранскими или протоиранскими племенами, которые проникали вот в эти степные просторы. И, по ему мнению, славянские языки действительно уже как бы выкристаллизировались в отдельную ветвь где-то приблизительно в шестом веке. Вот когда в Европе, в восточной, юго-восточной Европе существовал Аварский Каганад. В принципе, я думаю, что с ним согласятся и историки из Центральной Европы, поскольку вот, например, чешские историки отмечают, что действительно вот прото-государство первое, которое именно славянского такого типа возникло именно вот в эту эпоху. Оно называлось государство Само. Само – это не название населения, так? Это было имя то ли франкского, то ли германского купца Само, который вот оторганизовал это государство на территории современной Чехословакии. Ну, двух стран приблизительно в этом просторе. И действительно, это государство, возникшее в шестом веке, оно ограничилось Саварским Каганадом, который уже был, в принципе, в стадии такого упадка. Но вот это вот первый всплеск вот этой славянскости действительно приходится на шестой век. И однозначно, что почему вот возникает иногда вопрос, если тогда славяне и балты вышли из одного языкового культурного округа, почему там славяне в этом плане были на определенном этапе более успешны, чем балты? Ну, это однозначно, ведь славянские племена ранее балтских, если так будем их отделять, каким-то образом, но уже перешли от рода племенного какого-то, существования общинного такого, хотя это сохранялось, но они создали первое государственное образование, в том числе на территории Беларуси. Так вот, профессор считает, что это произошло благодаря тому, что славянские племена первыми вошли в контакт с такими цивилизациями, которые уже имели опыт государственного существования, каких-то государственных форм и попросту переняли этот опыт на свою почву. Вот, но и, конечно, интересно, что он еще отметил, что не следует вообще ассоциировать литовцев и латышей со всеми балтами, которые проживали на территории Беларуси. Да, латыши и литовцы это отдельная группа балтских народов или этносов и языков, но существовали другие балты, которые могли быть совершенно не похожими на литовцев и на латышей, говорить на языках, на которых ни литовцы, ни латыши в сегодняшнем вы вообще не поняли. То есть здесь нету никаких вот, как иногда вот эти люди, которые проповедуют вот эту вот пан-балтийскую вот эту вот мифологию, которую создала профессор Шагимбутеня, вот она нарисовала такую карту, где у нее там балты от Вислы или там Одера куда-то аж чуть не до Волги. И у всех сложилось впечатление, что Ильяна такое проповедовал, что это чуть ли не вот это вот был ареал проживания лета литовских племен, но это не базируется на исторической правде. То есть современные литовцы, они сейчас где слово балты звучат, они это хотят преподнести кому-то, там жили такие же самые люди, как литовцы в современном понимании. Конечно, что совершенно не является правдой. Это передергивание вот этого, вот этого, вообще вот этого нарратива. Это точно так же, когда, я не знаю, там россияне, везде, где они увидят слово русский, они тут же будут говорить, это мы, это наши предки, это вот только мы, это наше. То есть это очень похожие отношениями. Как ни странно. Да, 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 то же самое, да, да, то же самое. На самом деле, конечно, все гораздо очень просто, это столько столетия, что эти люди просто перемешивались. Просто, если взять, допустим, сословие правящие шляхта, они просто, ну, сексом друг с другом занимались. Конечно. А из-за столетия, это уже, кто так перемешанно? Да, да, да. Ну, вот, например, все мы знаем, что культура вот этих вот шляхованной керамики, это культура населения предшественника, предшественника вот этих славянских племен, которые попали на территорию Беларуси или возникли на ней. Так вот, это считается культурой балдских городищ. И одно такое городище Банцерова, почему эта культура Банцеровская и называется, названа, стоит сегодня в пределах, в городской черте города Минска. Когда-то это была окраина, сегодня это уже какой-то микрорайон прямо в черте города. Да, археологи отметили, что это городище выглядит как Помпеи, да, то есть там нету следов убийств, да, там нету следов пожаров, там просто вот как будто люди, которые там жили, то ли они умерли в один момент, то ли ушли, оставив все, как там было, все вот на своих местах, вот как будто свет выключили. То есть вот что-то произошло там в седьмом или в девятом веке, что-то произошло с этими балтами, куда-то они пропали. Но это же не значит, что это были вот прямо вот предки там литовцев или такие же люди, как вот предки литовцев. Нет, конечно, на основании археологии невозможно сказать, что это так было, но однозначно, что утверждать обратное тоже неправильно, поскольку сообществ этих племен балтских было точно так же много, как и славянцы. Если к этой теме можно добавить, допустим, у нас в Литве говорят, что на городу Коснаш там, Лида, Наш, но я не помню, чтобы, может, я просто плохо знаю, чтобы люди были изгнаны из этих территорий. Конечно. То есть это те же люди и живут после того, что они считают себя белорусами. Да, и это, кстати, к этому, это тоже интересный момент, который... Это те же люди, это ведь не было так, что их изгнали, и вот они там нас в город выгнали, так можно ли? Да, да, да. Они эти люди на своей земле и оставили. Да, это интересное, которое... Да, этот момент, кстати, подметил у Латушона. Вот, третий вопрос был, значит, это излюбленная тема до другой стороны оппонентуры, это уже к нашим литвинистам, особенно тем, которые вот, ну, любят повторять, там, такой, это очередной миф, что происхождение династии великих князей литовских от половских князей. То есть, скажем, не литвинисты, а великие правители с вашей стороны. Вот так. Хорошо. Да. Да. Значит, существовало действительно такое трагическое событие в 1129 году, когда очередной киевский князь в этот раз смог успешно, значит, захватить Полоцк, Полоцкое княжество, и пытаясь... Это был, по-моему, Мстислав, значит, киевский, и пытаясь искоренить полоцких князей, и вообще, как бы, вот, это была такая тотальная война, в этом плане очень, кстати, похоже на теперешнюю СВО России в Украине. Так вот, он попытался искоренить даже, можно сказать, любое даже понятие о том, что существовала Полоцкая династия, Полоцкое княжество. Он просто физически выслал всех полоцких всеславичей в Византию. И, значит, существует такое сообщение в одной летописи, довольно поздний, по-моему, 17 века, которым, кстати, вот именно правители с нашей стороны любят пользоваться, что, мол, одного князя или княжича, Васильку, значит, палачане спрятали в Крывом городе. И там он успешно пересидел вот этот период изгнания своей родни, и, конечно же, вырос, у него были потомки, и, значит, вот от них постепенно, вот, там, через поколение, вот, пришли, наконец-то, к там, к Миндовгу, да, то есть, там прямая была связь между Полоцким княжеским домом и династией Миндовга, и, что, конечно, ну, интересная теория, но она, конечно, не подтверждается никакими, никакими источниками другими, кроме этой летописи. То есть, однозначно, что речь идет о такое явление, какое называется, вот, «Однобаба сказала». Но, тем не менее, интересно, что, конечно, и Латышонок высказал такое мнение, ну, я думаю, что оно обосновано, потому что оно, в принципе, опирается археологии, что Крывой город действительно существовал, и это был один из, одно из поселений в черте исторической вильнии, да, сегодня это, по-моему, Крестовая гора, вот, на этой горе стоял Крывой город. И, значит, самое интересное, что, наверное, вот этот миф является отзвуком. Поскольку миф возник в 17 веке, но в 16 веке это тоже отметил, очень интересно, очень правильно отметил профессор Латышонок, что в начале 16 века в Великое княжестве Литовском возникли свои, уже можно сказать так, что свои государственные хроники. Во-первых, это был летописец великих князей литовских и хроника литовская и жамойтская. И, значит, там, конечно, много событий, которые были переписаны из древнейших, более древних русских летописей, например, из той же Галецко-Волынской летописи, из Новгородской, там, может, даже из Полоцкой, поскольку она существовала в ту эпоху. Но, тем не менее, там описывается очень часто такой эпизод, что, мол, когда по территории Руси, ну, под Русью имелось в виду и земли современной Беларуси, прокатилось вот монголо-татарское нашествие, то все города лежали в руинах. И тогда один литовский князь, я точно не помню, то ли Эрдивилл, то ли Кернус, короче, перешел со своим войском реку Виллию и там начал возобновлять города, там устраивать жизнь и все такое. То есть река Виллия в представлениях авторов этой хроники, они были, естественно, что литовского происхождения, кто бы еще другой писал литовскую хронику в Великом княжестве. Значит, так вот, по их представлениям, Виллия была такой своего рода границей, такой межой между Литвой исторической и Русью. И правый берег считался литовским, там вот проживал этот Эрдивилл. А уже левый берег, где возникла Вильня, где стоял крывой город, это считался в их представлении русский берег. То есть получается, башня Гедемина сегодня стоит на русской стороне. Да. Вот. И Острая Брама тоже на русской стороне. Конечно. Вся Вильня. Вся Вильня возникла на этом берегу. То, что за Вильня, вот эта завилейская Литва, она и, кстати, даже в рамках ВКЛ считалась, что завилейская Литва. И было такое понятие. Вот Упита, да, вот это вот завилейская. Я считаю, что профессор Ладошон, я с ним полностью согласен. Он сказал, зачем... На каком основании мы будем сомневаться, что литовцы шестнадцатого века были неправы. Мы просто согласны с этим, поскольку раз они знали, что они писали... Если башня Гедемина на русской стороне, вы согласны? Если не было на русской стороне башня Гедемина, то мы были бы не согласны с литовцом, да? Ну, приняли бы как факт, но факт такой, поэтому мы его тоже принимаем. Ну, ясно. Вот. Ну, значит, следующий. У нас еще осталось... Сколько они там обсуждали? Еще раз, два, три, четыре, пять вопросов. Так что нам надо немножко побыстрее. Четвертый вопрос был. Откуда в Вильне еще в конце тринадцатого века взялись славянские некрополи? Действительно. А некрополи это могилки? Да, кладбище. Действительно, совсем недавно, пару лет назад, литовские археологи... В черте старого города, именно в черте бывшего русского города Вильни, открыли феноменальные захоронения с уникальными артефактами. Там украшения, сделанные из золота, позолоченные. Они, конечно, очень интересно перекликаются с подобными находками, найденными в Гольшанах, по-моему, в Креве. Не знаю, если с Новагородком не смотрел, поскольку я тоже, например, не видел атрибуции всех находок, я не видел отчета. И это тоже интересный факт, поскольку Вильня официально считается, что ее основал Гедемин, на основании его грамоты, которую он адресовал 6 сентября 1323 года, по-моему, горожанам Любика, куда-то там в Гондейские города, где он там рассказывал. Он хотел, значит, пригласить колонистов немецких в свои города именно в Вильню и в Новагородок. Там эти два города упоминаются. И он сказал, что вот для того, чтобы эти люди могли, как говорится, исповедоваться, вот я построил там два костела в каждом из этих городов католических. Вот поэтому давайте приезжайте, мы вас здесь ждем. Это я уже утрирую, конечно. Но факт остается фактом, что, конечно, Вильня как прото-город, как поселение возникло намного раньше. Вот. Но интересный факт, что многие литовские спорщики, которые с пеной рта доказывают, какая была Литва моноэтническая, какая она была прямо чистая, не запачканная славянским влиянием, и как там все было однозначно и прямолинейно и только в одном цвете, так вот оказывается, что совсем неправда это. Что уже в конце 13 века, то есть это приблизительно правление, условно, это правление князя Витине, мы видим... То есть до первописного упоминания о Вильне. Да, мы видим, что в черте города Вильне проживают славянские, христианские горожане, которые совершенно не выглядят, чтобы это были какие-то рабы, поскольку это черта отдельного посада, вот этого будущего русского города, вот этот, как он назывался латинский, Civitas Rutenica, вот с богатейшим, богатейшим инвентарем, да, богатейшие находки, просто феноменальные. Они, кстати, по-моему, выставлены в дворце великих князей литовских, вот на Нижнем замке, то есть это как бы в Нижнем замке, это же, в принципе, Нижним замком и считалось. То есть народ, который проезжает через Вильнюю, может их лицезреть. Вот, но вообще, конечно, тут еще такой момент. Ведущий стрима, господин Абламейко, вот, это тоже белорусский историк, но больше публицист, вот, он отметил, что он беседовал с археологом, который участвовал в раскопках, и, значит, вот спросил, или видел его интервью, по-моему, что, мол, кому же принадлежат, как бы атрибутировать, вот, кто это такие эти славяне были, чего это влияние. Он стал говорить, что, ну, это, это, это волынское влияние, мол, и что там они, эти находки совсем не похожи на, там, на Кривичей и все такое, ну. На Новаградах, я тебе их говорил. Да, не похоже, хотя, хотя, конечно, мы их же не видели, эти находки, то есть это, это надо, это надо еще, чтобы белорусские археологи их атрибутировали, действительно ли это так, но сам факт, что, как бы, это более похоже на, на Волынь, вот, по мнению профессора Латышенко, абсолютно не должно смущать, на самом деле. Во-первых, потому что, конечно, уже в конце 13 века ни о каких Кривичах речи быть не могло. Последнее упоминание вообще о Кривичах, вот о Кривичских князьях относится к 12 веку, то есть это уже прошло 100 лет, да, естественно, что, но, действительно, в конце, вообще, можно сказать, что 13 век, вот, в нашем регионе, был под эгидой не только, там, монголо-татарского нашествия, да, там, или, или, там, крестоносцев, но на уровне региона, можно сказать, что такой вот региональный супер-пауэр, это была Галлийско-Волынская Русь, да, Галлийско-Волынское княжество. И влияние этого княжества действительно распространялось и на Новоградок, и на Городню, и на Бересте, и на Полесье, аж доходило, культурное влияние могло доходить и до Полоцка. Ну, естественно, что какая, Вильня не могла быть тут, как бы, стоять особняком, поскольку никаких преград между Новоградком и Вильней не существовало. Естественно, что люди, которые проживали в том же Новоградке, они могли перенимать какие-то культурные, в конце концов, моду из той же самой Галлийской Руси, поскольку даже если посмотрим вот эти вот столпы, донжоны, башни каменные, которые с 13 века начали возникать в наших старо-белорусских городах, в том же Бересте, в том же Турове, в том же Новоградке, в Гродно и в других городах, они действительно, вот Белая Вежа, да, это, это, это Волынская, это называется Волынский донжон или Волынская, Волынский тип этих башен. То есть, значит, что действительно эта страна, ее, и правильно отметил Латышонок, что ее не следует считать украинской, поскольку это было, это было русское государство, западно-русское государство в таком же смысле, как и какими русинами были жители Новоградка или Полоцка, да, то есть тут сказать, что это вот влияние какой-то Украины, это, это тоже не исторично. Но, тем не менее, этого не следует пугаться, поскольку культурное влияние мода не значит, что люди воспринимали менталитет, что они себя считали волынцами. То есть, если мы посмотрим на другие предметы археологии, мы видим, что, например, там Полоцк или Бересте или Пинск везде были в моде, или Киев, тем более, или там это Волынь были, везде в моде, например, в женских захоронениях встречаются шиферные пряхницы такого красного-алого цвета. Это был очень такой, как бы мы сказали сегодня, ну, драгоценность, что ли, для женщин тогдашнего времени. И любая хозяйка, которая еще была немножко статусной, она хотела иметь эту вещь, если с собой даже брала в могилу, можно сказать. Точно так же там эти... То есть, сложили в могилу, я понимаю, да. Да, стеклянные браслеты, они были везде, везде их делали, есть Полоцкий тип браслетов, есть Берестейский, есть Киевский там, они отличались по цвету, но форма могла быть похожая. То есть, тут абсолютно нет смысла пугаться, что там Волынское влияние в русском городе Вильни. На здоровье, но это все равно русский город Вильни. И это люди, которые ближе в ментальном плане однозначно были к Полоцку и к Новогородку, поскольку это непосредственные соседи. Вот, а не через Полесье, там какая-то Волынь. Хотя, как правильно отметил Латышонок, влияние имело место быть. Следующий вопрос тоже очень интересный. Славянизация литовской элиты, 15 век. Как правильно заметил господин Обломейко, действительно, в списках литовской аристократии, или, скажем так, аристократии Великого княжества литовского, этнически литовского происхождения, но правильно говорить, Великого княжества литовского и русского, отмечается, что видно прозвища... И Жимойского. И Жимойского, ну да. Но это еще позже. Так вот, значит, имя и фамилия какого-нибудь там боярина уже несет в себе черты словенизации. Скажем так, русификации, может сказать. Поскольку его имя, например, там Сенька, а прозвище Гедиголдович. Это уже ясный признак того, что процесс словенизации, перенимания культурного влияния русской мовы, иногда даже и православия происходил. На что, конечно, сказал Ладышонок, ну так, в принципе, в этом ничего зазорного нету, поскольку, конечно же, в цивилизационном плане старо-белорусские земли имели уже за собой опыт государственного существования в каких-то княжеских формах. И, естественно, что бояре этих земель имели свой какой-то статус. И к этому статусу, это был как бы образ, к которому стремились, принимали их привычки, их повадки, их статусность, принимали и литовские бояре. И он отметил, кстати, еще очень интересный момент, что это процесс, который не возник одномоментно в 15 веке. Это долгий очень процесс, который, можно сказать, уходит корнями где-то аж с 13 век, когда один из монахов, францисканцев, который проезжал через земли Литвы и Руси, он отметил, что у литовской знати, у литовских аристократов русские мамки. Уже тогда, в 13 век. То есть кровь была смешана уже тогда? Да, что потом, конечно же, постепенно оказало влияние и на, можно сказать, такое культурное перерождение. Но это не значит, что эти люди стали себя считать, что они отказались от своего этнического прошлого, что они не помнили, кто их отцы и прадеды. Они себя считали литвинами, как бы мы сказали сегодня литовцами. То есть славянизация не повлияла на этническое самоопределение. И одним из таких очень ярких примеров, это вот прямые потомки Гедемина по его сыну Альерду, Альердовичу Алельковичу, которые были киевскими князьями. Алельковичи это по имени, по-моему, внука Альерда, Александра Алельки, который был вторым киевским князем после его отца Владимира. Владимира посадил на княжение сразу после, можно сказать, освобождения Украины сам Альерд. И вот они приняли православие, они чеканили свою монету. Это была достаточно, ну, можно сказать, независимая линия Альердовича, которая вполне полусуверенно, можно сказать, даже почти что суверенно правила киевским княжествам. И имели статус даже великих князей киевских. У них были династические браки в 15 веке с этим, ну, сегодня это Румыния, тогда это было Валахиево или Молдавское княжество, да, это была средневековая Молдова. Они породнились с потомками вот этого великого правителя Стефана Чалмары. Вот одна из дочерей Алельки, по-моему, Алельковича вышла замуж туда. То есть это была статусная династия, но они, тем не менее, были литвинами. Они не забывали о своем прошлом и законно претендовали даже на престол великокняжеский, как прямые потомки великого князя литовского. И другой пример, его, кстати, приводил Александр Груша когда-то в своих исследованиях. Это достаточно, ну, локальный, но известный полоцкий боярский род, тоже литовских бояр, Кореевы, да, или Кореевовичи. Они пришли в Полоцко-Витебское княжество еще тоже в 14 веке, когда витебским князем стал Альгерт. И вот когда он посадил своего старшего сына Андрея на Полоцкий престол, вот эти князья, то есть эти бояры там оказались. Но они приняли православие, но они называли себя, как они и называли, Кореевы, то есть это, да, это литовское прозвище. Но они стали местными патриотами, не забывая, что они литвины. Вот такие были люди в средние века. Сейчас такие люди есть. Зачем в средние века? Вот даже я, вот, допустим, многие говорят, что у меня фамилия еврейская. Другие говорят, один человек мне говорит, что у меня фамилия греческая, допустим. Говорю я по-русски и дома, и с пяти лет, со школы я говорю по-русски. Но ни евреям, ни грекам, ни русским я себя не считаю. Ну, они, наверное, это те говорят, кто знает, что в России есть такой, я не знаю, он живет еще, не настолько стар был такой писатель детский, Григорий Остер. А Остер и Остерис, это, по-моему, очень похоже. Ну и тоже. Только у вас фамилия... Не обязательно, вроде, такая фамилия у меня, она была оригинальная, вроде. Потому что Остерис-то может быть и греческая фамилия даже, по отцовской линии. Там истопотик тоже очень много, между прочим. Даже Остерис я гуглил, есть испанская, чисто, еще, между прочим, старинная фамилия Остерис, это испанская фамилия. Интересно. Вот так она и звучит. Остерис. Ну, этот московский Григорий Остер, он еврей. Поэтому Иван записывает в нем. Может быть. Ну, так вот, и здесь то же самое, вот, то же самое. И вообще интересно отметил мысль профессора Латышонок, что белорусская мова, современная, это мова о славяниных литовцах, литвинов. И действительно, если мы посмотрим на лингвистическую карту Беларуси, то вот литературным белорусским языком стало наречие, которое лингвисты называют Виленско-Менским. И оно проходит вот такой вот полосой, такой вот, через весь, начинается от Виленского края, от Вильни, и идет на юго-восток, через Менск, куда-то вот туда, к Днепру. Вот такой вот полосой. Кто знает. Ну, вот, вот, все это интересно связано. И, кстати, он отметил, что действительно, в какой-то момент Великое Княжество действительно могло реализоваться как православный проект. Да, как православный русский такой более проект. Да, уже, если мы посмотрим, то второй великий князь после Мендовка был Гойшелк. Он был литвин, который совершенно не забывал, кто он такой и чей он сын. Но он принял православие, построил монастырь в Лавришеве и хотел христианизировать Литву на восточной конфессии. Потом у Тройденя, который, да, который описан как там языческий великий князь, но, тем не менее, его вся братня, у него было там, по-моему, 4 брата, они отмечаются летописцем, что были благоверные православные. То есть и соправитель Гойшелка был тоже. Но он, правда, был волынский князь, но, тем не менее. Такая мысль действительно существовала. И это, надо отметить, было связано, как считает профессор Алташонок, это было связано с тем, что действительно, вот где-то примерно 100 лет, это вот с середины 13 века до середины 14 века, пока существовала татарская орда, как вот такой фактор геополитический, то я считаю, что он подметил правильно, что действительно католическая миссия в Великом княжестве не имела никакого шанса. Абсолютно. Мы, кроме единичной постройки костелов там Витянием и Гидимином, сугубо, сугубо для колонистов, для переселенцев, и сугубо в городской черте ни о каком принятии католичества в рамках всего государства не шло даже речи. Вот. То есть только после того, как в 50-е годы, и, кстати, экспансия Великого княжества при Альгерде тоже связана именно с ордынским фактором, как только в Орде в 50-е годы, по-моему, в 56-м году, в 1356 году началась, по сообщению летописцев, Великая Заметня, усобица. В Орде. Распалась, да. Вот с этого момента Великое княжество становится как бы суперпауэр, да, вот как бы мы сегодня назвали. Поскольку в 1362 году произошла знаменитая битва на синей воде, вся практически Украина в современном понимании была освобождена, Киев стал городом Великого княжества Литовского. И, да, и вот после этого, вот после этого уже при потомках, при потомках Ольгерда, вот Ягайла, да, почему вот он повернулся на восток? Потому что, в принципе, наверное, это тоже связано с тем, что Орда, которая благосклонно относилась к православной церкви, даже ее поддерживала, это тоже факт, что православная церковь в рамках ордынских условий имела даже какой-то протекторат, да. Наверное, это вот была такая как бы преференционная конфессия, которую в Орде считали допустимой. Ну вот, но как только Орда ослабилась, тогда, в принципе, местные элиты стали решать сами, какая для них конфессия допустима или нет. И православный проект Великого княжества Литовского не реализовался. Но я считаю, что Латышонок однозначно в этом плане прав, что тут ордынский фактор сыграл свою роль. Следующий вопрос. Почему именно старобелорусская мова или старобелорусский язык стал деловым языком, языком делопроизводства, государственного администрирования, актовым языком во всех сферах внутреннего потребления Великого княжества Литовского? Ну, что бы сказать. Конечно, это не было связано с тем, что вот там князья или элиты были такие, ну, как-то можно сказать, что не пеклись о своем языке. Ну, мы не знаем точно, какое было отношение. По крайней мере, когда видим там во княжении в 15 веке Казимира Ягайловича, то канцлер ВКЛ, крупный боярин Гаштольд и его окружение, они принялись учить литовскому языку молодого Казимира. Но тем не менее, одно дело научить языку, который чисто разговорный, а другое дело, каким языком пользоваться в государстве. Литовский язык, как отметил профессор Латашон, действительно в этом плане отставал за старобелорусским. Не был ни письменным, ни тем более книжным. Поэтому, естественно, что шли путем практичности. Раз этот язык, который уже существовал не один десяток лет как деловой, поскольку мы знаем, что уже в полоцких грамотах с 12 века явно видны лингвистические оттенки именно и признаки старобелорусского языка, то есть в Полоцке, в Пинске, в Бересте, в Новогородке, в Городне, везде этот язык каким-то образом уже использовался. То и раз, тем более, что литовские князья садились на престолах в этих многих городах, особенно восточных, принимали православие, приобщались к этому языку. Они уже сами на нем говорить умели. И стали на нем говорить однозначно, поскольку, как уже отметил профессор Латышонок, изначально даже сам славянский язык, он отпочковался от балтского языка. То есть это были родственники, прямые. Тут, конечно, сыграл вот этот момент практичности, как бы всеобщности, понятности. И я считаю, что поэтому в этом плане литовцам нечего даже комплексировать. Ну, Великое княжество, в конце концов, было и русским. То есть то, что там... Это даже вот интересный феномен, что Великое княжество литовское, но говорит по-русски. Прекрасно. Что тут плохого? Я считаю, что это именно... Это надо ценить. И что же эти правители... Вы же сказали, конечно, как всегда. Да, как всегда там прибежали и давали писать всякую билиберду, что белорусский язык, он возник от разговорного, а этот книжный, деловой, он исчез. Это бред, поскольку литовский язык возник от разговорного. Литовский язык не был письменным языком. Он не... Из чего язык этот возник вообще тогда? А белорусский язык, конечно, возник через симбиоз, через постепенную эволюцию, сближение. Да, однозначно, если вы посмотрите полоцкие грамоты, то тексты на полоцких грамотах, они очень отдаленно, они практически даже, может, и не напоминают белорусский язык. Но так это то же самое, если вы посмотрите тексты на раннефранцузском, на франкском языке или на англосаксонском языке. Он абсолютно не напоминает ни французский, ни английский языки. Но это не значит, что те языки возникли от разговорных, а письменная форма этих языков умерла. Но бред всего и кобылы, можно сказать. И здесь, естественно, что... Как я уже неодноразово отмечал, что первым языком письменным был, естественно, литургический язык. Но по мере того, как этот язык все больше использовался для нужд светских, а не религиозно-духовных, он постепенно-постепенно наполнялся вот этой разговорной лексикой. И постепенно то, как писали, так и говорили. Но это был длинный процесс. Он не происходил, как вот лампочку включили. Это забрал этот процесс века. И точно так же посмотрите на другие страны. Это и в Польше, это и в Чехии, это и в... Только, конечно, Польша и Чехия, может, не такие уже прямо хорошие примеры, поскольку там латино и славянский этот местный язык, они все-таки очень разительно отличались. А здесь исходили из церковно-славянского, который был составлен когда-то на базе вот этих вот балканско-маравских наречий. То есть он был близок к славянам здесь, как ни говори, в отличие от латины. То тут этот процесс происходил именно так, как я описал. И по этому поводу тут, конечно, эти громкоговорители, которые там набежали доказывать вот эту свою какую-то шелуху, конечно, это было как это... Это от... Такой крик отчаяния. Да, вообще тут все-таки интересное. Вот. Предпоследний вопрос был, почему, принимая русскую мову, люди не становились русинами? Если, мол, принимая польский, полонизировались. На что, конечно, профессор Заташон их правильно отметил, что никакой полонизации, как и повальной русификации в ВКЛ не наблюдалось. Да, люди принимали... Олегович, вот как мы уже говорили, они приняли русскую мову. Они... Софья Гольшанская, даже другой пример. Софья Гольшанская. Гольшанские был княжеский, литовский княжеский род своего герба. Да, это не были ни Гедеминовичи, ни Миндовговичи, ни Альердовичи. Это просто была самостоятельная локальная династия, которых... Многих их... Были такие же князья Сивирские, по-моему. Но вот эти вот Гольшанские, ну, видимо, у них их родовое... Родовое имение, или, скажем так, отчина родовая, были Гольшаны, поэтому Гольшанские. Так вот, она, когда выходила замуж за Ягайлу, уже престарелого, она была еще, можно сказать, молодая девушка. У них была огромная разница, чуть не 40 лет, по-моему. И что? Она не знала литовского языка. Ее дети не говорили по-литовски. Казимир приехал в Вильню не бум-бум. Вот его учили, да? Гаштольд и компания. А мама всегда передает ребенку какую речь? Мамину, в первую очередь. Вот она ему передала русскую мову, старо-белорусский язык. И на ней он прекрасно говорил. А Лидовский выучил, наверное. Но документов на нем не оставил. Вот. То есть, вот и все. Но, тем не менее, что от этого Газимир себя не считал литвином? У него отец литвин. У него мама литвинка. Ну, говорит по-русски. Ну, и что? Или по-старо-белорусски. Тогда русской мовой называли старо-белорусский язык. Все это было совершенно нормально в контексте Великого княжества средневековой сословно-земской монархии. Мы говорили раньше, что это сословие, оно между собой женилось, переженилось. Оно, может, брало другой язык. Потом перешло на польский. Но это ничего не... Я понимаю. Ничего. Точно так же отметил и профессор Алтышонок, что даже после того, как вот с приходом католической веры и вот этой унии с Польшей, и влияние польского королевства, рецепция польского языка среди элит, они не стали поляками. Не может быть даже... Они говорили просто по-польке. Вот я, допустим, по-литовски даже плохо говорю. Я говорю хорошо по-русски, но это бы не стало русским. Мы с вами говорим по-русски. Вот это было сложилось. Да, да. И сегодня многие из этих людей называются поляками. Да, да. Ну вот я могу говорить по-английски, что это я стану англичанином. Нет, конечно. Вот. Поэтому правильно отметил Алтышонок, что действительно нам, конечно, доказывали. Я помню, в школе было вот эта вот полонизация, полонизация, полонизация. На самом деле до 18 века ни о какой массовой, массовой полонизации. Вот действительно не было и речи даже. Просто все гораздо проще объяснять. Если бы понятие Литва сохранилось бы в тех размерах, то все были бы сегодня литовцами. Может быть, политические литовцы. Да, политические. И это вот так, что было бы. И может быть, что говорили бы на белорусском языке даже. А может быть. Может быть. А может быть на поле. Да. Были бы регионы, были бы регионы разговаривающие на таких языках. И это вот как-то бы вот так и было бы. Но все бы были литовцы. Конечно. Но отличались бы только именно в этнографическом плане, что вот западная, говорили бы западная Литва, она говорит на литовском языке. А восточная Литва, она говорит на русской мове. Но все литовцы. Но все литовцы. Да, все литвины. А когда уже эти страны разделились, это стала маленькая Литва, это вот Польша стала Польшей, эти вот национальные движения, и поэтому так получилось. Да, да, вот тут, вот именно на нашей почве вот это национальное движение, оно очень такое, как... И поэтому сделаем отсюда вывод. Это как в Боснии, в Боснии точно так же, там очень сложно разделить по национальностям, кто есть кто, поскольку все это было очень связано на очень маленьком куске земли, да, по сравнению с нами. Но чтобы мы вернулись к нашему, к нашей теме, действительно, профессор Латушенок ответил, что уже в 19 веке ситуация действительно поменялась. Но опять же, она поменялась под воздействием политических изменений, ликвидации речи посполитой. Это уже не существовало в 19 веке уже. Да, не существовало. И речи посполитей уже не существовало. Не существовало. Но как бы вот сохранилась вот эта вот как бы принадлежность к польскому народу или там к польскому началу, она каким-то образом помогала людям дистанцироваться от этого российскости вот этой. Вот. И поэтому плюс, конечно, польский язык проник в начальные школы, поскольку, как я уже тоже, по-моему, ранее говорил, что князь Адам Черторыйский, такой приближенный к Александру Второму, по-моему, вот он провел вот эту вот образовательную реформу, ну и открыл ворота полонизации, начиная от начальных школ. Вот с 19 века действительно уже пошла массовая полонизация, когда действительно люди уже себя стали благодаря польскому языку и католической вере, вот ассоциироваться. Это уже понятно, неужели? А потом уже, это понятно уже тут. Вот. Вот. Поэтому это тоже такой взгляд, который я с этим абсолютно согласен. Но ВКЛ, восприятие польского языка, Радивиллы восприняли польский язык в 17 веке. От этого они не перестали быть литвинами. Они себя считали литвинами и никакими поляками себя никогда не считали. Но сегодня это другая ситуация. Сегодня уже, конечно, я думаю, что Матей Радивилл, который является главой... Он вроде говорил, он вроде сказал, что я тебя считаю литвином в понятии той Литвы. Да. Он вроде так и сказал, даже вроде на территории Белоруссии, в этом замке, когда этот замок неиславляет. В Несовске вроде так и сказал, что я считаю себя литвином с точки зрения той Литвы. Да. Вот. Ну и вот мы добрались до последнего интересного вопроса. Этот вопрос касается, значит, публикации, которая уже давно была опубликована, немножко масломасленная, но, значит, книга английского «Историка Робола», там как пришествие языческой империи, да, то есть там описывает он историю Великого княжества, и, как интересно отметил господин Обломейко, что когда он проводил интервью с литовским историком Бумблаускасом, то еще время, это несколько лет назад, вот тот как бы показывал, вот посмотрите, вот, надо читать какую мировую литературу, вот как пишут заграничные историки. На что профессор Латышонок отметил, он, кстати, написал рецензию на Робола, тогда же, ну, достаточно критичную, более негативную, чем позитивную, но он прав, поскольку он отметил, что Роболл ничего нового не написал, кроме как переписал нарратив литовских историков, и только там как-то передвинул эти события как-то на поколение назад, то есть у него там уже Гедемин владеет Киевом, там битва, которая состоялась при А, это Подляшья уже ВКЛ нам захватило еще при Витине, хотя это случилось при Кейстуте и так далее, то есть там масса таких вот передвижек, но в целом и в общем некритичное перенятие нарратива, который вот создан в Литве и выдача это за некую истину поселения инстанции. В этом плане профессор должен совершенно прав, потому что когда почитаешь Робола, там нету никаких новых доказательств, там нету никаких новых фактов, там просто вот ну скажем так научная научная не то что плагиат, но переписка переписка того, что уже создано в Литве вот в таком плане, как вот мы знаем из уст, как вы говорите, великих правителей со стороны литовцев, завоевательное победобесие какое-то, да там, вот, то есть в этом плане я очень рад слышать, что профессор Лозе Шона, как уже не один, он не один, не первый, давно так говорят, что сегодняшняя историография не может базироваться на тупом переписывании нарративов каких-то разных историков и некритичном прочтении этих нарративов. Я вообще слышал это, я вообще не знаю правды или нет, что в Литве, я не знаю правды или нет, такое люди говорят, что есть даже вот отдел или не отдел, который поддерживается государством, который пишет статьи в разноязычной википедии, там, в английскую, французскую и так далее. Да, я тоже об этом слышал, я бы не удивился. Я тоже не удивился, я в это поверю. Я не могу это доказать, но я в это поверю. Потому что, вы же знаете, пропаганда любая, такая и всякая, она работает. А работает она когда? Тогда, когда она постоянно на ушах у кого-то висит. То есть, в этом плане или перед глазами. То есть, ну, что ж, ну, это их выбор. Я как бы, я считаю, что, конечно, это дорога в никуда, поскольку это распространение каких-то таких вот полумифических, недоказанных, гипотетических, передернутых или вырванных из контекста мифологии или нарративов, оно совершенно не делает никакого добра ни для той страны, которая это распространяет, ни для читателей, поскольку уже лучше вообще-то ничего не писать. Но они считают, что лучше, чтобы о них мир знал хоть в какой-то мере, вот так вот, чтобы как бы не пропасть, чтобы как бы их видели, чтобы мы маленькая страна, но у нас великое прошлое, вот в таком плане. Ну, это их выбор. Я считаю, что уже сегодня такой вот взгляд близорукий, который хорош для олдскул, там, тридцатых годов прошлого века, он уже с себя изжил, поскольку мы прекрасно понимаем, что вот даже эти национальные идеи, которые могут тоже сорваться с цепи и крениться в какой-то крайний националист, националистические какие-то взгляды, которые граничат уже с каким-то фашизмом, с какими-то там этническими анимозитами, они ничего хорошего не принесли и не принесут никогда. То есть, поскольку история, она гораздо многограннее, сложнее, а уж тем более такая история, как ВКЛ, где у нас до сих пор мы, научное, конечно, исследовательское сообщество до сих пор страдает от того, что слишком мало первоисточников, очень мало источников, но мы до сих пор не знаем о той стране столько, что даже невозможно сравнить. Я вот в последнее время и пока был в отпуске, как бы мы были на книжной выставке, я там купил интересные книжки, интересные монографии французских авторов. Одна о Столетней войне достаточно молодого историка французского, он с 93-го года уже начал исследовать русскую деятельность и одной уже такой маститой дамой-историка о Жанне Д'Арк. Эти как бы темы перекликаются, поскольку Жанна одна из главных героинь Столетней войны. Конечно, она описывает это немножко более так вот более в такой, более такой духовной может даже сферы, он смотрит на подвиг Жанны более таким критичным, более таким светским взглядом. Но неважно. Меня поразило, что описание средневековой Франции 14-15 века это просто вот невозможно себе поверить, что там в то время уже практиковалось во всю римское право. там работала судебная система, потому что парламенты вот эти, парламент парижский и все остальные это не были парламенты как сегодня мы их представляем. Это были судебные органы. Да, они выносили какие-то, подтверждали декреты короля, но это были в первую очередь судебные инстанции. Но они работали постоянно. И что вот почему там французская монархия вот стала такой, как она стала. Поскольку уже в то время там зародилось понятие, что необходимо, чтобы государство существовало, работало, обеспечивало безопасность, мир для своих подданных, необходимо платить налоги. В этом плане во Франции уже там с 14 века эта идея постепенно проникла в общественную жизнь и она уже укоренилась уже вот в середине 15 века, когда уже закончилась столетняя война. и там появилась профессиональная армия, вот эти суды, они же не работали бесплатно, они работали за содержание, это все шло из публичных, из налогов, которые собирал король. Если мы это перенесем, вот то, что там было в 15-14 веке, посмотрим на ВКЛ, на страну наших предков, это вообще это две разных мира. Там уже работала судебная система, а здесь только-только в середине 15 века при Казимире возникает письменность деловая, государственная. Там уже у короля можно сказать посчитан госбюджет, где государственные расходы отделяются от расходов королевского двора. То есть это тоже две такие вот здесь. Мы даже вообще не знаем, какой был у нас бюджет ВКЛ. Это понятно, это не тема нашего разговора. Я просто хотел сказать, конечно, это не тема, но мы многое еще не знаем. Мы не знаем вообще, как жили люди в ВКЛ. Вот на бытовом уровне. Ну да. Во Франции знают, мы не знаем. Мы знаем, как жила аристократия, мы знаем, какие были битвы, мы знаем, какие были привилеи, когда приняли унию крестьянства, когда там кого победили или там наоборот было поражение. А как простой человек жил? Вот, например, на примере семьи Жанны Дарк, там ее домик до сих пор сохранился, дом Реми. Вы можете приехать и посмотреть, как она выглядела. И они там жили уже поколение из поколений. А у нас что? То есть тут еще для исследователей непочатый край работы. И все эти нарративы, вот поэтому я хотел бы закончить свое как бы выступление тем, что вот все вот эти вот ломания копий между правителями великими с обоих сторон, литвинистами, литувистами, они абсолютно беспочвенные, абсолютно надуманные, абсолютно не имеют никакого содержания на самом деле, потому что спорят ни о чем. Наша историография еще только начинается. А еще, извиняюсь, вы говорили, что был какой-то комментатор из русского мира, как сейчас говорится, про московский, вы тоже говорили. Ну да, это просто человек, который живет в Калининграде, он там приперся на историю на свободе, давай там комментировать. Конечно, он поносил белорусов, что белорусы ничего общего с ВКЛ не имеют, погоня не ваша. То есть, получается, у русского мира совпадает риторика с борцами с литвинизмом, так называемым. Да, да. То есть, сам прикол в том, что это так называемый литвинизм, это русскомирский проект, но риторика совпадает с русского мира, совпадает с литовцами. То есть, это абсолютно наоборот, блядь. Да, один и тот же. Они там спелись прекрасно, в одну дудку пели. И причем, никто из этих литовцев, вот этих вот комментаторов, громкоговорителей, никто, никто с ним, никто там не написал ему негативный комментарий, что ты несешь, почему белорусы не являются частью А с ним спорили именно белорусы. Что? А с ним, с этим русским миром, человеком из русского мира, из Калининграда, спорили как раз белорусы. Да, да. Литовцы нет вообще, там никто не пикнул. Они с ним соглашались, потому что там видно в волокне, видно, где там комментировал кто-то белорус, потом литовец, потом этот русскомирец. Он то, что там писал, ни одного нету комментария негативного со стороны ни одного литовца. То есть, дорогие, дорогие наши слушатели и зрители, все на самом деле, как это, я где-то видел, написано было по-чешски, дети, все совсем иначе. Это я уже давно вкурил. Интересную тему мы сегодня обсудили, правда? Да. Вообще, я вообще собираюсь немножко переформатировать канал, даже, то есть, вернее, не переформатировать, а добавить новые рубрики. Мы уже сняли несколько видео на тему библиотека. Я думаю, что мы продолжим эту тему. Да, мы эту тему обязательно продолжим. И также я буду приглашать всех других, кто хочет презентовать свою любимую книгу на историческую тему. И также будут видео о современной жизни, о жизни современных людей. Они будут рассказать, чем они занимаются, рассказать о своем бизнесе, что-то посоветовать, просто искать какой-то человеческий лайфхак, просто из жизни. И все это на теме литвины. Окей. Спасибо, друзья, что вы остаетесь с нами. До новых встреч. До свидания. Спасибо, до свидания.